Я ехала в маршрутке, я уже не помню куда. И мне позвонила мама, у которой умирал ребенок. Я начала ей медленно говорить так, успокойтесь, медленно делайте позу полусиди. У нее кротечение у ребенка началось, да, через рот, через нос. И дальше я начинаю, вы очень хорошая мама, то есть вы все, что может, сделаете. В это время водитель прируливает к обочине и говорит, выходите, женщина. Я не поняла, я не могу вас слушать. Я говорю, так я деньги заплатила, он возвращает деньги и высаживает меня. Так уж устроены люди, ведь если о смерти не думать, можно жить с иллюзией, что ее нет. А если закрыть глаза, не страшно, проходить мимо не больно. Сегодня детский хоспис это не место, это люди, которые учат не бояться, умеют говорить о том, что многие хотели бы никогда не знать. Такая работа. Катя, тебя держит Катя. Родители спрашивают, а хоспис это навсегда? Вообще не имела представления об этом хосписе. Я была достаточно успешным клиническим психологом, я не мечтала работать в хосписе, правда. В 94 году Анна Горчакова вернулась со стажировки в Америке. Несколько месяцев за океаном узнавала, как в мире работают хосписы. Даже само понятие мало кто знал в странах бывшего Советского Союза. Так в Беларуси и появилась эта нужная благотворительная организация. У меня был шок, потому что я, как и все, не знала, сколько у нас детей инвалидов. Те, кто никогда не выходит из дома. Те, кого даже соседи не видели. Когда мы им принесли коляску, вывезли их на улицу, я просто помню выражение глаз этих детей, которые за 12 лет первый раз вышли на улицу. Представляете? Сегодня на попечении организации больше 300 детей со всей Беларуси. Они живут дома с родителями, братьями и сестрами. Вместе они учатся ценить каждый день. Я ходила на улицу за халявку, держалась словно с мамой. Выписывают тяжелых детей и говорят, у них судорожный синдром, установлена трахеостома, трубочка в горле. Говорят, вы их не трогайте, положите и лежите. Но если мы его включаем в среду семьи, если мы еще подключаем дефектологов, если мы показываем братьям и сестрам, как можно играть, то ребенок становится совсем другой. Специалисты по обилитации и медсестры хосписа одни из первых, кто помогает родителям рассмотреть под оковами болезни своего любимого сына или дочку, порадоваться его улыбке и понять, что ему действительно нужно. Научат специальным упражнениям, подберут удобный именно для этого ребенка стул. Ответят на вопросы, которые порой просто некому задать. Это совершенно другая область. Я медсестра, я привыкла к манипуляционным действиям. А здесь подход совершенно иной. Отношение к детям не стационарное, а персональное, личное, индивидуальное. А еще в работу специалистов хосписа входят занятия с психологами. Они учатся помогать и при этом не становиться частью семьи. Как не потерять объективность, когда равнодушным оставаться невозможно? Девочки эти с любовью относятся, потому что они приходят и сразу «Паша, здравствуй», «Паша это», «Паша то». Вот даже ко мне родственники приезжали, они некоторые просто, потому что первый раз ее в таком состоянии видят, они как бы сковываются. Сложно любить больных детей. И здесь можно многому научиться у родителей. Такой любви безграничной и просто так, потому что ты есть. Поэтому я тоже научилась у наших родителей. Я преклоняюсь перед этими мамами, потому что это действительно тяжело смотреть за такими детьми. Они могут рассказать сотни историй о том, как на их глазах от неизлечимой болезни буквально просыпались дети. Они много раз видели, как дети уходили навсегда. Сегодня коллектив хосписа – это 22 человека, которые относятся к тому, что делают с неповторимым чувством. Передать его словами могут, пожалуй, только они сами. Меня научила пациентка моя, девочка, которая полна тетрапорез, когда у меня была очень тяжелая ситуация в моей жизни, когда у меня было ужасное настроение, когда мне вообще не хотелось жить. У меня было такое здание. Когда я пришла на визит, она смотрит на меня и говорит, «Анна Георгиевна, какая вы счастливая!» Такое ощущение, что мне кто-то пощечину дал, да, то есть вообще, то есть у меня страшные вещи случились. В первом моменте мне хотелось ее стукнуть, честное слово. То есть, как ты смеешь? Какая я счастливая! Потом я так подышала, взялся в руки и говорю, «Почему я счастливая?» Потому что суп есть. Мы очень многого не замечаем то, что нам дается вот так. А это счастье. Вот там, смотрите, как красивый лес, да? Так что я счастливый человек. И даже когда я злая, я тоже счастливая. Анна Волковец, Ангелина Дикун, Иван Боровой и Родион Кабанович. Субботний выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова